В округе появится еще один фонтан в парке имени Олега Степанова. Об изменениях в проекте реконструкции общественной территории расскажем далее. О том, что работы по масштабному благоустройству старейшего городского парка близятся к завершению, можно судить по установленным здесь малым архитектурным формам. Старые деревья сегодня в окружении необычных лавочек, светильников. В Олег появились современные скамейки, урны, обустроенная новая игровая зона для детей. Нам поставили задачу к концу сентября все работы завершить, навести порядок. Что-то, конечно, будет еще подкрашиваться, что-то будет остекляться, но основной фронт работы, 99%, должен быть закончен. Погода нам пока позволяет. Однако в процессе реконструкции парка в проекте появились изменения. В обустройстве пруда, главной достопримечательности общественной зоны отдыха, потребовались дополнительные работы. Осушка, очистка пруда в состав проекта не входила. Подрядчик на себя взял данные работы, осушил, почистил берега, сейчас будет его наполнять. Также сюда будет установлен фонтан, что тоже в основной проект не входило. Фонтан будет посреди пруда стоять. Пусть небольшой, зато посредством он у нас будет. И это еще не все изменения в проекте. Для удобства отдыхающих расширяются торговые площади у дворца торжеств Центральной и у ресторана. Это опять же дополнительные работы, дополнительные расходы по материалам, внесение изменений в проект, согласование. Работаем. Ежедневно происходит уточнение каких-то проектных решений, каких-то работ. Заставляя подрядчика что-то переделать, когда возникает брак в работе. Ежедневно работает порядка 70-100 человек. Никто не простаивает. Работает, как говорится, от рассвета до заката. Контроль за качеством проводимых подрядчиками работ специалист администрации, лично глава городского округа, осуществляет постоянно. На стадии завершения и масштабная реконструкция воинского мемориала на Соборной горе. Работы завершатся, как и планировали, в дню города. Работы завершатся, как и планировали.